достаточно много информации в сети, но все-таки о старте, даже о самых известных музыкантах практически ничего не сказано. Хотя, мне кажется, вот такой вот выбор в пользу дирижерского направления, дирижерского отделения консерватории, это очень выбор ответственный. Интересно, что очень мало, как мне кажется, женщин учатся на этом отделении. Очень много. Сейчас в консерватории практически не существует мужского хора, он практически весь составлен из бедных девочек. А тогда, в эти годы, когда вы учились? А, когда я учился... Ровно наоборот было? Ну, не ровно наоборот. Женщин всегда больше, но наш курс у нас поступило 21, по-моему, или 22 человека. Это был 80-й год. И когда я сейчас вот нынешним студентам говорю об этом, они просто в ужасе, потому что сейчас на курс поступает 7-9 человек, не больше. Но и вот из нашего курса большинство было мужчин. И это логично, простите, не простите. Включая и женщин. И все это дошли до финала. Заканчивало у нас 12 человек. Это же особое отношение к жизни. Отношение человека, который руками управляет миром. Очень ответственно. Причем люди, которые стоят в хоре, они вполне возможно собираются стать солистами или уже являются солистами. В общем, кстати, на самом деле специальности дирижер-хоровик, это очень такая странная специальность. Понятно, когда дирижер-симфонист, дирижер-народник. То есть у них уже есть точная направленность. Они будут заниматься оркестрами в той или иной мере. Хоровики, большей частью, ну не большей частью, но половина из них становится почему-то артистами хора. Не дирижерами хора, а артистами хора. И для меня он был откровением, удивлением. Я узнал, что на крае, я не преподаю в консерваторию уже лет 10-15, наверное, что исчезла из списка предметов такая специальность, как вокал для дирижеров хоровиков. Просто шок. Люди учатся профессии, не умея петь. И получают профессиональное образование. Я когда учился, ну, извините, я это особый случай. Конечно, у меня уже была направленность, я знал, что мне нужно. И я три курса на обязательного вокала, потом до конца консерватории, по договоренности я ходил и занимался с педагогами, по окончании консерватории я ходил и занимался вокалом. Значит, это была четко сформированная мечта, план жизненный. Да, это была моя задача, потому что, мало того, что я был в то время артистом камерного хора, и уже к финалу, к окончанию консерватории был хормистером коллектива, плюс я был артистом вокального ансамбля, который тогда создавался в соединении, то есть это был изначально ансамбль старинной музыки, из которого потом, скажем так, появилось, сформировались три коллектива Маркелова-де-Лоса, Инсула-Магика и вокальный ансамбль имени меня. Ну, со временем вы еще возвращались к руководству другого своего коллектива, который отделился как раз, но мы к этому еще вернемся. Я как раз вот к старту, к своему 30-летию предлагаю вернуться, и откуда такая в молодом, в общем-то, артисте, тем более в сотруднике, в хоровике, человеке, который поет в достаточно большом коллективе, такая смелость и ответственность называть коллектив, небольшой, яркий коллектив своим именем. Это смешная такая история, потому что мы когда стали самостоятельным коллективом в 92-м году, честно скажу, у нас, честно разговариваем, сложилась ситуация такая, что в 92-м году вокальная группа ансамбля старинной музыки при камерном коре поехала на международный конкурс, первый международный конкурс вокальных ансамблей. И здорово выступила. В Германии, да, мы разделили, первого места не было, мы с немецким ансамблем поделили второе место, и все остальные призы мы собрали, в отличие всех остальных. Там было лучшее исполнение современной музыки, фольклора, презрительских симпатий. И когда мы вернулись, вот здесь это просто человеческая зависть. Не прошло и трех месяцев, перед нами было поставлено условие. Или вы работаете в камерном ходе. На общий результат. В камерном ходе. Или вы работаете, уходите и поете. Мы выбрали второе, потому что директор филармонии Владимир Миллер выслушал эту новость с великим удивлением, сказал, ну идиот, и они, ребят, я вас сегодня просто возьму. И вот так вот появился вокальный ансамбль. И первые годы мы просто вокальный ансамбль филармонии. А внутри нас, так и звали, вокальный ансамбль Шаромова. Вокальный ансамбль Шаромова. Мы пытались какое-то себе имя придумать, потом директор коллектива сказал, ничего, у коллектива всегда есть еще помимо художного руководителя, а есть администратор, да, директор. Дима Русаков, он сейчас живет в Новой Зеландии, он говорит, Паш, ну а почему нет-то? Но есть Swingles, английский коллектив, которому уже более 50, по-моему, лет. В честь основателя, руководителя, он назвал, давай так сделаем, все и так оставим. Может быть, это тоже какая-то примета времени, все-таки и Бегган Владимира Толкачева примерно в то же время так стал называться после Евросип Интернашнл. И Бориса Балахнина ансамбль тоже получил имя примерно в это же время. Что-то такое особенное происходило 25 лет назад. Давайте, кстати, поаплодируем. Ансамбль-то 25 четверть века. Ну, еще не наступило официально 1 ноября. Весь год юбилейный. Ну, весь год, да. Но 25 лет – это именно юридического существования нас как филармонической концертной единицы. А в общем, начались с 85-го года. Что тогда на старте подогрело интерес к такому, в общем-то, сложному жанру акапельному? Мне кажется, тогда он, я, может быть, ошибаюсь, конечно, вы опровергнете, не был так популярен, как сейчас, благодаря в том числе и усилиям коллектива Павла Шаромова. Это прямо популярный коллектив. Ну, на самом деле, в советское время, а мы начинали в советское время, очень развито было хоровое искусство и большое количество хоров в том же Новосибирске, любительские коллективы. Хор «Нет» в первую очередь, да, хор университета, хор водного института. Кстати, из этих коллективов в камерный корт потом приходили певцы, и многие оставались, и потом вырастали в профессионалы. Вот это увлечение любительское. И народ очень любил петь, и очень любил хоровое искусство. Сейчас, кстати, слава богу, это тоже потихоньку начинает возрождаться, потому что я смотрю, опять же, студенческие непрофессиональные коллективы, любительские, они существуют и хорошо живут, и хорошо работают на самом деле. Вот. Но просто по жизни такая история, что я не люблю долго делать одно и то же. Но это неинтересно. Делаешь, 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 потом начинает идти повторение. Рутина. Начинается рутина. И хочется вырваться из нее. Поэтому, когда появилась идея у Аркаши Бурханова и Игоря Тюваева создать ансамбль и попеть старинную музыку, я с удовольствием к этому делу примкнул. Примкнул, и мы начали экспериментировать. Но, прежде всего, мы все пробовали играть на чем-нибудь. Я до сих пор умею играть на блок клейте. Но потом понял, что любая вещь, она требует... Если это не хобби, если мы профессионалы, мы должны это делать профессионально. Потом у нас так и получилось внутри ансамбля старинной музыки. Он специализировался на инструментах. Один из наших, тоже мальчик-дирижер, хоровик, он в итоге с трудом закончил консерваторию, а потом уехал в Германию, поступил в штутгарскую консерваторию по классу. И это не единственный кадр из ансамбля, который уехал в Германию даже. Ну, у нас, да. Наша первая солистка уехала через, по-моему, 2 или 3 года, после того, как мы стали самостоятельным коллективом, она уехала в Германию тоже заниматься. Именно старинной музыкой. Специализироваться. Вот. То есть вот этот ансамбль, он появился как такой естественный шаг, потому что, ну, вот петь в хоре... Факт специализации. Да. Петь в хоре это здорово, но неинтересно становится. Поэтому мне было уже интересно и самому заниматься, то есть стать хормистером, дирижером. И до последнего момента просто я, скажем так, заставил камерный хор в свое время начать петь джаз. Ну, сейчас они это дело закончили, а тогда как раз мы экспериментировали. Игорь Юдин молодец, он как бы мне стезю отдал. И вот в тот момент мы очень близко познакомились, сблизились, вернее, познакомились раньше с теми Евгением Серебренниковым, нашим великолепным джазовым пианистом, со многими-многими музыкантами. Какой процент рафинированности вот в этом подходе к джазу, к спиричелос, к госполу, который тогда в 90-е, где-то там в начале 90-х годов покорил большую аудиторию. И фестивалей проходило много, и ансамбль был хедлайнером. Это родилось в момент приезда знаменитого американского хора под руководством Роберта Шоу в Москву в 60-е годы. И помимо исполнения классических произведений, одно отделение они посвятили американской музыке. впервые советский слушатель услышал спиричел, госпол, то есть это два вида, скажем так, духовного песнопения, интересных оригинальных аранжировок, и все. Музыкальная общественность сошла с ума. Мы все стали петь, пытаться петь эту музыку. Абсолютно, как сейчас я понимаю, абсолютно ничего не понимаю. Ну, прежде всего, извините, в языке ничего не понимаю. Не понимаю в стилистике, но это было здорово, потому что это были какие-то для нас, для советского человека. Ну, я-то уже попозже был, а вот, ну, это мой учитель, например, Борис Певзнер. С его слов это передаю, и не только с его слов, Владимир Мини, тоже самое рассказываю. Все сошли с ума и начали экспериментировать. А проблема, проблема всегда возникала репертуара. И вот наши коллеги, сотрудники, коллеги, на самом деле, сотрудники музыкально-нотного отдела, здесь посетителям, которого я вот только буквально последние полтора года так редко-редко захожу, а всегда я здесь жил, они знают, что раньше у нас, ну, два-три наименования каких-нибудь выйдут. И все. Что разрешили издать, издатель советской музыки выпустил, там, один-два от сборника. И сборник покупался ради чего? Не партия наша рулевая, а там где-то ближе к концу. Проскочило что-то. Музыка народов мира, например, да, идет раздел, и ты там видишь, сберечился. Интересные, на самом деле, не только западноевропейские, но и восточные, для меня, например, балканская музыка. Это было интересно. Вот. И вот так потихоньку-потихоньку мы стали заниматься этим. Ну, и просто сейчас уже старше взрослее стало, и понимаю, что мы все были абсолютно безграмотные. Но это не мешало нам это делать с превеликим азартом и удовольствием, и как раз слушать, слушать, учиться у гастролеров, кто приезжал, слушать записи подпольные, доставая, как вот я вчера на концерте рассказал, как мы слушали битлов, как мы доставали. А если еще, ну, то знаете, опять же, библиотека, простите меня, но это только не, это детская библиотека в центральном районе, как она, по-моему, Горького называется, журнал, музыкальный, музыкальный журнал, в пластиночке вкладывал совестник, по-моему, там публиковались фотографии, иногда какие-то тексты. И я был один из тех людей, кто приходил с бритвицкой и это дело вырезал. Вот так мы добывали музыкальный материал, все, что касалось любимой тела. Я и нашего солистка ансамбля, любящая солистка Лена Забарская, человек тоже сумасшедший, в хорошем смысле этого слова, человек помешанный на пене, тоже дирижер хоровик. У нас сейчас в ансамбле опять нет ни одного профессионального вокалиста с дипломом, я имею в виду. То же самое. У нас абсолютно один подход к этому процессу. Для того, чтобы человек хорошо пел, он должен получить правильную вокальную классическую школу. А дальше, если он хочет петь эстраду, просто технологии, чуть-чуть изменения способов звукоизвлечения, не более того. То же самое касается фольклора. Певец с хорошими ушами, с хорошей школой, может делать на самом деле это правиль. И в любом правиле всегда есть исключение. Есть на самом деле талантливые люди, человек просто берет и совершает какой-то подвиг, это можно так назвать. Переворот. Да. Неважно, в какой области жизнедеятельности, это вполне возможно. Но, опять же, возвращаясь туда, без хорошей школы, что любой инструменталист, прежде всего, тоже Евгений Ильич Серебренников, иногда уже упомянутый, класс Новосибирской консерватории, закончил как классический пианист. Более старший его коллега Игорь Дмитриев, ныне живущий в Бермонатайске, тоже наш джазовый музыкант, тоже классический. Он его заинтересовал джазом, и все. Вот просто Ильичу понравилось, и он ушел, потихоньку ушел в эту сферу, хотя в то же время сыграть он может сейчас свой прежний репертуар, но туда уже не возвращается. Просто это неинтересно. Он творит ему. Все это хорошо знакомое, но просто у Игоря были свои пристрастия. Когда я пришел, немножечко естественный репертуар поменялся в сторону моих пристрастий, моих любовей. Но все, что Игорь делал до того, оно оставалось, существовало в репертуаре, а реально руководить двумя однородными коллективами, профессиональными, находящимися в одной структуре, в структуре Новосибирской филармонии. Это дико сложно. Фактически еще и конкуренты прямые. И кто-то и делал. И слава Богу, что Игорь вернулся. Снял нож с плеча. Снял нож с плеча, но я в том ему не признавался. Я с ним тогда поругался. Я с ним очень сильно говорю, нормально так. Я за тебя поработал пять лет или шесть. Не спасибо, ничего. Просто пододвинься. Это просто было сделано немножко некрасиво. Вызвал художественного руководителя. Все, замечательно. Через месяц возвращаюсь в тюрьму. Здравствуйте. Я ваша тетя. У меня программа расписана. Уже все равно готовишься и думаешь. Но оценивая, через какое-то время все, слава Богу, что оно так произошло. Потому что вокальный ансамбль уже существовал. Он двигался, двигался. И я больше переключился на Маркелы. Немножечко забросив свой родной коллектив. И здесь ну вот сидеть на двух стульях это очень сложно. Я боюсь ошибаться, но может быть... Начинаешь понимать, что ну все уходили, то есть это не было никаких скандалов. Это было у каждого человека. Просто вот человек приходил к решению, к пониманию, что уже пора уходить. И тот же Саша он сказал, Паш, я хочу заниматься педагогической деятельностью. У него был великолепный педагог Юрия Александрович Брагинский, который ему, скажем, передал часть хора НЭТИ. Вернее, после смерти Юрия Александровича Брагинского хор НЭТИ разделился на две половины. Остался студенческий хор в чистом виде и хор, как они назвали, ветеранов НЭТИ. И вот Саша Париман туда ушел. И он очень активно начал заниматься преподавательской деятельностью. и сделал то, что я хотел сделать, например. Мне просто не удалось в силу объективных причин, связанных со смертью Армурта Михайловича Кацца. Саша заканчивает, или закончил уже, как симфонист. Я ее не заканчивал, но дирижирую симфоническими наркетами с превеликим удовольствием. Мы до этого дойдем. Но вот как заменить такого человека, как Александр Париман? У него все-таки очень редкий голос, да, в таком масштабе. Знаете, на самом деле вокальный ансамбль это ну так так сложилось, что нас пять. Вообще, в принципе, нормальный как струнный квартет. Четыре инструмента. И по логике должно быть либо четыре голоса, либо шесть. почему получилось пять? Почему получилось? Опять возвращаясь к нотному материалу, то, от чего мы отталкивались. Мы начинали работать, заниматься старинной музыкой, у нас было буквально три или четыре нотных сборника, ну, не просто нотных сборника, там, например, немецкая иллюстрация, история музыки в нотных образцах, начиная со Средневековья. Вот такой очень хороший то есть только нотные образцы пьесы. Вот это, издание мадригалов наши, прибалтийский и сборник английских мадригалов. Нам очень больше всего почему-то понравились в какой-то момент английские мадригалы, это Джон Долланд в первую очередь. А так получилось, что очень много этих мадригалов были голосами. И вокальный ансамбль волей-неволей стал квинтетом, хотя он был какое-то время и актетом, и секстетом, но так вот все пробовали, ребята, артисты камерного хора приходили, уходили, приходили, уходили. Так случилось, что в ансамбле на тот момент осталось Лариса Маликова, Ольга Осипова, Людмила Тюхаева, Александр Пальманов и я. Все благодаря английскому мадригалу. Отсутствие нотного, благодаря отсутствию нотного материала в нашей стране. Но изменить численный состав уже не приходило в голову. Интересно, вы знаете, мы пришли к такому хорошему творческому пониманию, что как раз квартет недостаточен для исполнения вокальной музыки, акапельной особенно. Квинтет позволяет сделать такую штуку всегда из сольных голоса и четыре голоса аккомпанирующих. То есть бас и, грубо говоря, бас и ансамбль полноценный. И три голоса вот так, как на пианино учатся играть и сам в правой руке три пальца работают всегда аккорд. И именно пять человек. Один мелодический голос, три средних и пасовы. Все оптимальный и дирижерский опыт. То есть этот страх, который испытывают все студенты, выходя к хору, это на самом деле дичайший страх. Ты студент, который учится, 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 и вдруг где-то его к третьему курсу выпинывают, минут на пятнадцать порепетируют, он просто в шоке находится. И очень немногие выходят на дипломную работу на пятом. Сейчас свободно. По-моему, возвращается система образования в консерватории на круги слоя, исчезнут магистры и бакалавры. Появятся просто музыканты наконец. Конечно. Вот. И просто люди в растерянности. У меня этого не было. Была уже вот... Но я всю жизнь в хоре, извините, меня с четырех лет, с четырех лет я в хоре. Начиналось это с... Капелла мальчиков это уже был финал Вячеслава Мачалова, а начиналось с оперного детского хора Горбенко Му-папа наша Горбенко. Вот. Еще потом хор мальчиков. Все время хоры мальчиков и потом хоровая патолог. То есть хор я знал и любил еще даже даже до музыкального училища уже там баловались и мы все дирижировали. Вячеслав Петрович нас подпускал. Мы делали, экспериментировали, учились. Учились как, как, что делать. Это просто вот спасибо. Это мне повезло на самом деле, что у меня были очень хорошие педагоги рядом со мной. Вот. А дальше да, смелость выйти к оркестре. Вначале было дико страшно. Выходишь и первое мгновение вообще ничего не понимаешь. Не слышишь. Вот они играют и играют. Это вот. Но это все испытывают. Потом мозг и уши начинает вычленеть. Одно, другое, третье, четвертое. И если у тебя в голове и в ушах складывается картинка, какую ты хочешь изобразить, неважно, это с оркестром, с кором, с вокальным ансамблем, с любым коллективом, это, в принципе, как, наверное, как скульптор. У человека есть образ, который он хочет создать. Вот мы создаем музыкальный образ. Идет репетиция, ты слышишь, вот этот голос, он раздражает, он торчит, вылазит. Вот ухом почему-то мочка, вот так, грубо говоря, на скульптуре полезут. Надо отсекать. И вот постепенно, когда ты начинаешь слышать вот эти штуки, ты становишься дирижером. И неважно, симфонисты или еще раз, я уже это говорил. Вот, поэтому... Максимальное число известно, сколько людей приходилось, вот, так сказать, двигать вперед. Сколько людей одновременно на сцене под руководством было Павла Шарумова? Ну вот, билет у нас последний был. 40... 40 человек хор, оркестр. Оркестр 20 с лишним человек. И плюс еще Марину. Нет, и так, но это вот, когда такое вот собрание хор и разные музыканты. Когда симфонический оркестр на 100 человек на сцене. и хор еще стоит. Жуткий масштаб. Нет, на самом деле это ничего страшного. Я опять же говорю, мне страшно повезло. Ну, симфонический оркестр 100 человек. Наш. Когда нужно, до 120 даже доходит. Но это редкий случай, обычно 100. 90-105, вот так. Я учился у Бориса Семеновича Певзнера, основателя Новосибирского Камерного Хора. А все уроки по специальности у нас проходили в один и тот же день, в одно и то же время, параллельно с Арнатом Михайловичем Кацем. Он за стенкой, или мы за стенкой. И у них, а Борис Семенович, он был аспирантом и коллегой, молодым коллегой для Арната Михайловича. И они обсуждали свои творческие проблемы, мы там мы занимаемся с концептмейстером, они ходят, совершаются, вдруг такая ситуация, заходит Арнат Михайлович, я Борю отправил к своим, а я с тобой позанимаюсь. Это было не раз. Знаете, это вот такое счастье. И потом, как раз я говорил, что мне не удалось получить корочки синфронические с Арнатом Михайловичем, я даже боялся к нему подойти, а как раз я делал два проекта с симфоническим оркестром Арнат Михайлович мне разрешил, позволил, как раз роман столь отписал рождественскую кантату и потом очень серьезную музыку для нас. Арнат Михайлович подозвал меня и говорит, Паш, пойдем ко мне в аспирантуру. Я говорю, Арнат Михайлович, я всю жизнь боялся подойти и попросить вас об аспиранту. Ты только понимаешь, что ты будешь заниматься студентами, а я буду работать с оркестром заниматься. Любой аспирант так оно и есть. Аспирант это помощник своего профессора. Вот. Ну, так сложилась ситуация, что Арнат Михайлович заболел. Ну, и прежде всего он ушел из консерватории опять же из-за меня. Сейчас похвалюсь, печально. когда я подал заявление на поступление в аспирантуру, в то время лектор Евгений Георгиевич Гуренко сказал, мы вас не можем принять на симфоническое дирижирование. Я говорю, почему? У вас нет базового симфонического образования. Ну, извините, оно если надо, я просто доздам экстерном все, что там нужно, инструментов и все остальные дисциплины, он нет, нет, вам надо поступать, учиться. Сначала зачем мне учиться, когда у меня лежит 4 диска записанных с симфоническим оркестром, дириживую, с моего фишек. У меня уже в это время было звание уже заслуженной артистой. Я пойду сейчас на первый курс. Михаил сказал, Пашка, без проблем, сейчас мы пойдем все порешаем. минут 50 они разговаривали в кабинете, он выходит такой радостный, ну все нормально. Разрешили? Нет, я уволился. В тот момент ушел из консерватории, подожди, а потом заболевал. Спасибо тем людям, которые нас окружают. Бывший директор фермера Мони Валерин Григорьевич Миллер стал членом новосибирского ротари-клуба в то время очень модного течения среди больших людей. Паша, мы тут едем на конференцию, надо новосибирск представить. Поехали на Аляску. А что бы не съездить на Аляску в Америку? Поехали, один раз съездили. Проходит какое-то время, поехали еще, мы сделали тур по всей Америке и Канаде. Мы уехали на два месяца. Ездили там. А так получилось, город Анкович это столица, грубо говоря, столица округа территориального ротарианского, куда входила Западная Сибирь до Урала. То есть весь восток нашей страны. вот и там познакомились с русскими эмигрантами и дочка одной из ротарианок, она музыкант сама, хоровит уже профессии своей, она решила организовать хор. Назвали Russian American Colony Singers, русско-американские колониальные певцы. вот, причем русских там, грубо говоря, богатреть, остальном все американцы, всем просто очень хотелось петь русскую музыку, они это делали очень хорошо, с великим удовольствием. и в какой-то момент, то есть Лата, она со мной общалась, мы там по скайпу разговаривали, она поняла, что она не справляется, ей просто не хватает образования, да, и образование и кругозора музыкального, хорового, да, знания, нотной литературы и техники, она говорит, Парш, давай мы тебя сделаем, сможешь к нам ездить, несколько проектов в году будем делать таких вот премьерных, вернее, ты будешь их делать, мы будем просто репетировать готов, ты там за две недели приезжать и уже с нами их шлифовать, так получилось, чтобы больше десяти лет я ездил в Америку по три, по четыре раза будет, нравилось, видимо, Аляска, Аляска, потом город Сиэтл, ну, тоже это штат Вашингтон, это Тихий океан, побережье, то, что похоже на нашу природу, и как ни странно, Техас, совсем не похоже, вот там очень здорово, и Канада, Канада, это вообще потому что Россия, очень красивая, и очень интересная провинция Кребек, французская провинция, ну, а тема эмиграции вставала когда-нибудь за эти десять лет? Вставала, нет, то есть она, и американцы предлагали, а все началось еще когда у нас пошли вот эти все ГПЧП и все вот эта вот история, и потом расстрел Белого дома, и наши хозяева, как мы всегда называем пресаривают, зарубежная просто предлагали весь ансамбль семьями вывезти, то есть мы находились в Германии, давайте мы вам семья вывезем, будем заниматься здесь. Кто принимал решение за всех? А все единогласно сказали мне. Почему? А зачем? Нет, вот даже вопрос не возникал, а зачем? Так, здесь наш дом, если здесь плохо, так лучше мы сюда вернемся, здесь что-то сделаем. Да, страшно, да, переживали, там все, волновались, но... Ну, это психология у человека должна быть другая, вот Лариса Маликова, она вот хотела получить специальность, которую здесь никто не мог дать, мастер исполнения вокальной барочной музыки, да, это можно было получить в Италию, Германию, Францию. Она поехала в Германию, тем более она, скажем, по крови на немка. Она училась, она вначале тоже говорила, я даже не думала оставаться. Через какое-то время решила... Зацепилась. Замуж каких-то что-то я сказала? Да, вышла замуж за... Без рукого, да? Если б за немца, за босницы и хорвата, мы заговорили об испытаниях и так уж выходит, что человеку, который занимается особенно вокальным искусством, особенно важно, как его принимает не только аудитория, но и в буквальном смысле стены. И всегда стоишь перед выбором. Или ты работаешь на большую аудиторию, но, возможно, с позвучкой, как это довольно часто и бывает. мы, к сожалению, последние годы вообще просто используем микрофонное пение. Но это в силу нашей специфики. Мы все-таки филармонический коллектив и коллектив, который должен очень много отдавать концертов в области. и там далеко не всегда и не везде возможности нормального просто нормально даже акапельно петь. Не то, где я уж не говорю, особенно в постсоветское время, когда просто полностью разруха, развал был всего в области не дай бог было куда-то приехать и случаи были просто мы приезжаем и народ плачет. Мы думали, что вообще мы никому не нужны, мы впервые услышали русскую духовную музыку, просто услышали пение, просто услышали артисты. И так сложилось, что мы поняли, что удобнее и проще иметь с собой комплект аппаратуры использовать микрофон. Технику пения и качество музыкального материала это не меняет? Меняет немножко, но это профессионально. Приходится идти на так сказать сделку? Нет, это не сделка реальности. Ты просто понимаешь, что нужно. Молодые ребята, которые приходят с задачей, они абсолютно не умеют работать с микрофоном. Человек, который всю жизнь пел в хоре, он пел, пел в хоре, а то, что микрофоном позволяет так украшать и так портить голос. Это все как любой яд может стать лекарским и ядом. То же самое. Вопрос дозировки. Вопрос дозировки. Вопрос дозировки стоит и в формировании репертуара. Сейчас продолжу. Гнездо сочетание вот такого микрофонного пения и нормального классического для меня, для Лены, для Володи Нестерова сейчас довольно что-то вопросов не стоит. То есть, мы можем в любой момент встать и спеть не просто без микрофона, встать и спеть сольные партии Рейклево-Моцарт 9 симфоний Бетхорида. Мы это и делали. И делали. То есть, вот это вот все равно основа классическая когда в теле есть она не убивает. Но также посмотрите наши оперные певцы на всех на всех на наших праздниках вот то, что проводит правительство. Все 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 работают все работают с микрофоном. Но попросили спеть убрать микрофон и точно так же встанем. Я вот как раз начал говорить о репертуаре. Это тоже интересный как мне кажется поворот. Особенно если вспомнить слова о повторении о некотором утомлении от того материала который приходится перерабатывать. И ведь как получается аудитории нужно примерно одно и то же. С годами этот набор не меняется. Тот же самый Битлз он был 10 лет и 20. и 40 и сейчас это номер один наверное в топе. Но возможно хочется и раз есть уже успешные реализации таких проектов возможно хочется их закрепить в качестве солиста в качестве симфониста в качестве человека который поет большие вокальные произведения от первого так сказать лица не от лица ансамбля. Что останавливает? Что останавливает? Сделать это постоянным ходом вещей? Ничего не останавливает останавливает только всегда предложение Антон правильно сказал что как раз хорошую хорошую а есть для кого люди собираются на сложные музыкальные но только естественно небольшой зал мы используем камерный зал или даже круглую сцену естественно надобность в той или иной музыке у людей разная есть музыка для широкого слушателя который все получают из раньше из радио точки сейчас везде оно звучит да пожалуйста можно и так и так но мы хотим и во-первых чтобы мы росли сами нам постоянно нужно возвращаться к школе нужно подрегал то есть ареал воздействия в общем-то увеличить можно можно и нужно это как обычно люди говорят а я пойду на биг бенд что он там ну я пойду на поезд который идет на Читанугу программа уже лет 20 ну не 20 но 13 точно то же самое можно сказать про Битлов или про Аббу это вещи понятные в отличие Читануге вот например Битлов и Аббу в меньшей мере нет и Аббу тоже мы каждый раз когда мы играем мы обновляем мы я вот сейчас мы вчера играли Битлов нашу Битломанию мы туда обвели три новых партитуры причем полновесных со струнными с дудками средней группы специально аранжировали все это аранжировали вдвоем с супругой супругу у меня слипачка ученица Либерман великолепный музыкант и оркестровщик у нас такой тандем получился хороший она очень сильно помогает великолепно слышит оркестр представляет вот и поэтому вот даже эти повторения мы хотим менять 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 чтобы хотя бы подстегнуть свой интерес творчество а можно такой список огласить чем Павел Шаромов гордится за последние три года такими самыми главными яркими программами дочкой конечно конечно и это главная музыка в том числе дочка раз а потом ну вы знаете я похвалюсь конечно наверное но у нас нет программ за которые нам стыд такие программы мы просто не выносим мы не имеем права выносить всегда говорю даже если тебе музыка непонятно или даже не нравится тебе просто техническое задание грубо говоря дали ты должен исполнить эту музыку пока ты ее не поймешь а когда ты ее поймешь ты начнешь ее любить пока этот момент не наступил ее на сцену выносить нельзя просто и все иначе слушатели моментально слышат и видят когда ты просто читаешь ноты это нонсенс любая наша новая программа это наше достижение вот сейчас открывали сезон красным и белым музыка к столетию к столетию революции нет замысливали это просто замысливали понимаете мы попеть песни красных и белых а в итоге попели песни в одном отделении это ладно потрогали а потом ушли в революцию хиппи это самое Че Гевара то есть получилось так что так в том-то и дело толчок который дала русская революция дальнейшему революционному движению а два года назад с Ромой столя автор большинства пьес не пьес а оркестровок и автор идеи это Роман Соломонович столер наш коллега композитор новосибирский два года назад мы с Ромой поговорили все и уже время подходит и говорю Рома ну будем делать да-да-да у меня материал набирается печатайте афиши а у нас это сейчас к сожалению у нас бардачок такой филармонии происходит а раньше технология была мы за полгода уже ничего поменять в концертном плане не могли потому что это стояло в концертном плане печатайте афиши все напечатали афиши стилистики русского романса интерьеры такие да мы в платьях а мы там в конце зато зато этот же проект мы филармонический концерт мы предварили таким мультимедийным шоу на ступени красного факела большую часть программы исполнили как раз с видеодинсталляциями все все на улице это было очень здорово очень интересно день города нет не на день города это было 17 сентября по-моему это закрытие закрытие улицы Ленина как пешеходного проекта павел шарумов и его ансамбль никогда не чурался экспериментов самых ярких экспериментов я надеюсь тех экспериментов о которых вы сейчас спросите да там сантонов героя дорогие друзья у кого есть вопросы включайтесь беседу кто будет первым перейти дорогу перейти дорогу не знаю осторожность какая-то видимо существует внутренний такой тотас но во-вторых на том же примере красное красное белое я воспринимаю уже сказал в принципе он сказал как я воспринимаю эту ситуацию это трагедия для меня это трагедия для всей страны такая же идея с романом абсолютно солидарно здесь и даже вот в музыкальном отображении Рома просто такой ну когда композитор начинает заниматься серьезно каким-то проектом да и любой музыкант мы начинаем рыть что рядом находится вот не просто ты нашел какую-то музыку тебя заинтересовал начинаешь читать интересоваться откуда как все вот появилось почему оно получилось именно так Рома например для этой программы нашел Камаринского знаменитая песня Камаринская но текст для нее написал сидячий в тюрьме Лев Тарусский да вы что ну это не та Камаринская не народная он просто сделал такой вот с темной частушки и на кого подумали на Саву Морозову на спонсора всего искусства ладно искусство большие партии большие а там просто текст Сава такой гад такой жирный значит насобирает все все вставай рабочий класс иди бей борду это так интересно или дубинушка или марш Семеновского полка вариант куплетов марша Семеновского полка было несчетное количество роман подобрал скомпилировал несколько текстов очень страшные тексты касательно того момента когда их отправили в Москву разгонять по Станин бей младенцев уничтожая всю эту просто страшно или знаменитый роман с белой акацией гроздья душистые из которого родилась патриотическая песня во время Первой мировой войны потом она трансформировалась слушая товарищ гроза началась и бросая свое дело в поход слышите братья у белых другой текст тоже очень патриотический и вот в музыке мы взяли и соединили сыграли с перед белой акацией и потом продолжили куплет красный куплет белый прекрасный куплет белый припев и закончили и как один умрем и нас за это никто не будет вот честно потому что любой слушатель понимает что мы глядим на это все происходящее немножко со стороны мы не призываем да ни к никаким действиям мы просто говорим а было так как такое своеобразное документальное кино но музыка а на экстремальный эксперимент не хочу есть еще один вопрос может быть у аудитории есть вопрос я даже не знаю вот как по природе маме слон на ухо наступил папина семья они все голосистые голосистые вот и я даже помню когда приехала приехали три деда один родной два двоюродных и папа они в четвером сидели мы жили на улице Титова на Титова я гуляю во дворе мужики и запели бабуськи внизу сидят по радиоконцерту хорошо в три с половиной года мой был первый телеэфир прямая трансляция с песней я пеку 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 деткам всем по пирожку а любимой мамочке испеку два пряничка помню вот реально помню этот момент в принципе с детства человек мало что помнит но видимо это было так интересно и песня запомнилась эмоциональная картинка запомнилась она мне так сказать звездные болезни но если уже в неполных четыре года телевидения наверное накрыло лет там не знаю в пять в шесть еще перешло сцена просто это зараза реально потому что это я знаю что спортсмены они живут соревнованиями да то же самое музыкант живет сценой потому что это непередаваемая какая-то штука это зараза это наркотик это это вот это такой всплеск физических и эмоциональных сил на сцене говорят же в момент какого-то стрессового состояния человек может совершить невероятные вещи и в принципе музыканты выходя на сцену они это и делают это входит в привычку испытание себя и работа сцена сцена